Привет, это Анастасия Брюханова и сегодня в нашем объективе. Сводки с фронта. Что с наступлением украинских войск под Херсоном? Хакеры и завербованные местные жители. В Европе орудует целая сеть кремлевских шпионов. Раскрытие гостайны и сотрудничество со шпионами оказались фейком. Расскажем о расследовании проекта по делу Сафронова. За прошедшие дни произошло много событий и постараемся рассказать вам все самое актуальное и интересное. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, а мы начинаем. В 2020 году арестовали бывшего корреспондента-коммерсанта Ивана Сафронова. Он в СИЗО и ему грозит до 25 лет за госизмену. Следствие считает, что в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и на Ближнем Востоке. Дело рассматривают в закрытом формате. На адвокатов оказывают какое-то беспрецедентное давление вплоть до уголовных дел. То есть следствие сделало все, чтобы мы не знали ничего о самой сути дела. И как мы узнали вчера, сути дела по факту и нет. Проект выпустило расследование о деле Сафронова. У них получилось достать обвинительное заключение, которое находится под большим секретом. И они его разобрали и по сути полностью уничтожили все, что в нем сказано. Как оказалось, следователи не нашли ни одного чиновника, от которого Иван Сафронов мог бы получить секретную информацию. Кроме того, иностранными шпионами, кому Сафронов якобы раскрывал гост тайны, были обычные граждане Чехии и Германии. А их работу на иностранную разведку подтверждает только достаточно странная справка от СВР, службы внешней разведки. Вообще, это такой себе документ, но следствию этого оказалось достаточно. И главное, в деле нет доказательств того, что Сафронов знал о причастности их к иностранной разведке. Показания свидетелей по этому делу тоже довольно путанные. То к делу приклетают показания людей, которые не имеют вообще никакого отношения к военной журналистике. То записывают очень важные признания, типа «Сафронов плохой журналист, а значит он виноват». Такое вот, да, следствие у нас. Ну и самое главное, какие же именно секретные данные Сафронов якобы передал иностранным шпионам? За что журналисту грозит 25 лет? Ну как многие и так подозревали, следствие назвало гост тайны информацию, которую легко можно найти в интернете. И об этой гост тайне, вроде стоимости самолета или о поставке танков, уже не раз писали СМИ, в том числе российские и прогосударственные. Я рассказала только основные пункты и моменты из этого расследования, полностью его пересказывать не буду. Если хотите прочитать, я ссылку оставлю в описании. Но тут важно сказать, что это дело – это цензура и репрессия в чистом виде. Это дело существует с одной целью – закрыть в тюрьмень независимого и неугодного журналиста и запугать остальных. И лишнее этому подтверждение, как мы узнали из этого же расследования, Сафронова спецслужбы прослушивали и выслеживали еще до того, как он якобы совершил преступление. Но ведь в любой свободной стране журналистов прослушивают, оставят камеры прямо дома. Правда? К слову о настоящих шпионах. Тут европейские и российские СМИ подготовили большое материал о российских агентах в Европе. Сейчас расскажу о нем подробнее, но сначала важное объявление. Я прошу вас поддержать наш канал. Если вам нравятся наши видео и вы хотите ежедневно следить за мировой повесткой и оперативно узнавать последние новости с фонда, поддержите нас, пожалуйста, финансово. Сейчас на работу в сентябре нам не хватает 180 тысяч рублей. Если вы хотите нас поддержать, то можете стать спонсором канала или прислать единоразовое пожертвование. Все подробности в описании под видео. Спасибо всем, кто уже нас поддерживает. А мы продолжаем. Что вам первым приходит на ум, когда речь заходит о шпионах? Вот лично я сразу вспоминаю Джеймса Бонда. Потом, возможно, документальные истории времен Холодной войны. Но на самом деле шпионское дело процветает и по сей день, и вполне себе в реальной жизни, а не только на страницах книг и в сюжетах фильмов. Немецкое издание «Шпигель» совместно с «Ле Репаблика», «Беллинкет» и «Инсайдер» подготовили огромный материал про агентов российской разведки в Германии и вообще в Европе. Их сеть оказалась значительно больше и шире, чем многие представляли. Сначала разберем, какие агенты вообще бывают. Шпионы подразделяются на четыре категории. Первые, так сказать, официальные агенты. Они обычно входят в число сотрудников посольств и констовольства России. Это самая многочисленная группа. Но с ними проблемы. Их имена, явки пароли, прекрасно известны стране, в которой они находятся. Вторые, условные нелегалы. Люди с полностью выдуманной историей жизни, которые все время находятся под прикрытием. Они самые ценные кадры, ведь они могут долго оставаться нераскрытыми и внедряться в самые важные политические структуры и институты государства. Третье, так называемые информаторы. Как правило, это местные жители, которые были завербованы разведкой для конкретных задач. Ну и четвертое, хакеры. Они обычно занимаются кибератаками и сетевым шпионажем. Их плюс в том, что они могут работать из любой точки планеты. В Европе просто так бурлила деятельность агентов Кремля всех этих видов. Масштабы, если взглянуть ретроспективно, просто поражают. В статье Шпигеля есть десятки примеров их деятельности. Вспоминают и атаки на цифровую инфраструктуру Эстонии еще в 2007 году. И взрыв склада боеприпасов в Чехии в 2014. Покушение на Скрипалей в Британии в 2018. Убийство чеченского боевика в Берлине в 2019. И многое, многое другое. Рассказывают в статье и о уже раскрытых информаторах. За последние годы в Европе сразу несколько высокопоставленных натовских военных, отставных и на службе, были арестованы или осуждены за сотрудничество с российской разведкой. В 2013 году в Нидерландах, например, попался чиновник МИДа, который слил Кремлю сотни секретных документов Евросоюза и НАТО. В 2008 году арестовали бывшего высокопоставленного эстонского военного чиновника Хермана Симма. Его вообще НАТО позже назовет самым опасным шпионом за всю историю Альянса, ведь у него был доступ к особенно секретной информации. Из свежего. Буквально пару месяцев назад Россия попыталась заслать своего агента в Международный уголовный суд. Виктор Мюллер Феррейра якобы был прилежным студентом из Бразилии и хотел устроиться на стажировку в такое уважаемое международное учреждение. А по факту Виктор оказался российским шпионом Сергеем Черкасовым. Или вот еще. Только что стала известна история о том, как в Германии российские шпионы следили за тренировками украинских солдат на натовских полигонах. Рядом с ними стали замечать подозрительные машины и мини-дроны, летающие в воздухе. Также в статье подробно описывают работу российских хакеров. И тут тоже можно свою классификацию, ввести их три подвида. Первые крадут информацию тихо, для внутреннего использования. Ну, например, сейчас могут воровать информацию о поставках оружия Украине и потом применять эти знания на фронте. Вторые же крадут конфиденциальную информацию и потом громко ее публикуют, например, перед выборами. Так было с Хилари Клинтону в 2016. Считается, что именно российские хакеры взломали ее электронную почту и выложили некоторые письма. Третья орудует уже в другом масштабе. Например, устраивают настоящие кибервойны, отключая цифровую инфраструктуру или блокируя энергосети. Как блокировка энергосети Украине в 2015 году? Тогда на несколько часов без света осталось больше 200 тысяч человек. Но как вообще Европа докатилась до того, что такое засилие шпионов оказалось на их территории? Все дело в том, что после окончания Холодной войны Россию перестали воспринимать как угрозу. Наоборот, западные страны хотели с ней дружить. Россия оказалась им перспективным бизнес-партнером, и так и было. Окончательно внимание с Россией переключилось в 2001 году, после событий 11 сентября. Разведки западных стран переключились на исламских террористов. Так и получилось, что в Европе сейчас без присмотра орудуют российские шпионы всех мастей. И творят при этом, что хотят. То данные космической программы похитят, а завтра врагом фрежима боевым ядом отравят. Такое отношение к присутствию российской агентуры вышло боком западным странам. И неизвестно, насколько глубоко Кремль запустил свои щупальца в их политику. И хочется верить, что сейчас Запад, ну, например, вместо визовых ограничений для рядовых россиян, уделит больше внимания таким вот гостям из зарубежья. То, о чем я сейчас рассказала, это только верхушка айсберга. На самом деле Кремль проник глубоко в Европу. Шпионы, подкуп политиков, поддержка протестов и популистов. И у нас есть идея подготовить видео, такое тоже с хроникой, про все эти шпионские игры, о том, как Россия пытается влиять на политику на Западе. Но мы пока не знаем, насколько эта тема вам интересна. И вот решили попробовать такую штуку. Если это видео наберет 15 тысяч лайков, то в одно из ближайших воскресений мы сделаем такой выпуск о шпионах разведки. Переходим к новостям с фронта. Министерство обороны Великобритании заявило, что передаст Украине шесть подводных дронов. Они помогут очистить от мин прибрежные воды. Такие аппараты обнаруживают местоположение мин и способны работать на глубине до 100 метров. А в новый пакет помощи Украине от США включили вампиров. Речь идет о противодронных системах, которые используют небольшие ракеты, чтобы сбивать беспилотники. Аббревиатура устройства как раз складывается в слово вампайр. Что интересно, эти вампиры устанавливаются в том числе и на гражданские автомобили, например, на пикапы. Помимо дронов и прочих беспилотных аппаратов, вампайр также могут поражать и наземные цели. Кстати, Британское министерство обороны заявило, что министр обороны России Сергей Шойгу из-за проблем в армии впал в немилость к Путину. И теперь Путин даже не принимает от него докладов о ходе боевых действий. Все, в принципе, уже знают, что Шойгу вообще-то ни дня не служил в армии, но почему-то принимает участие в командовании войсками и даже отчитывался Путину о боях. Ну, например, в системах НАТО и в Украине, кстати, тоже министры обороны тоже не служат, но они и не отвечают за ход боевых действий. Там министр обороны — это абсолютно гражданская должность. Дело в том, что планированием и руководством боевыми операциями у них занимается генеральный штаб, а министерство обороны — это орган, который обеспечивает вооруженные силы необходимыми ресурсами. Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что следующее заседание министров обороны государств из коалиции «Рамштайн» состоится в сентябре. В эту коалицию входят 50 государств Европы, Америки и Азии, которые вместе оказывают военную помощь Украине. Еще весной министры обороны собрались на главной авиабазе США в Германии — «Рамштайн». Отсюда и такое название всей коалиции. И это будет уже пятое заседание в таком формате. В России подтвердили гибель пятого моряка с крейсера «Москва». Это старший митчман Дмитрий Черемискин, который с апреля, после затопления крейсера, числился пропавшим без вести. 11 августа его жене Надежде Мерзляковой выдали свидетельство о его смерти. Вообще-то изначально российская сторона говорила об одном погибшем, хотя еще тогда все понимали, что это откровенная ложь, и только позже признала смерть еще четырех военных. Министерство обороны Украины продолжает, так сказать, троллить российские силы. Они представили нового персонажа украинского фольклора, такого маскота. Назвали его «Бововнятка». Это от игры в слов. Как вы помните, в России нельзя говорить «взрыв», говорят «хлопок». Некоторые боты, почему-то воспользовавшись гугл-переводчиком, перевели «хлопок» на украинский, но только получился не «хлопок», а «хлопок», «бововна». Отсюда и «бововнятка». И согласно описанию, эта «бововнятка» — животное-призрак. Он пушистый и непоседливый, а ночью он тихонько приходит на базу оккупантов и склады, аэродромы и другие места. И ночью он начинает там играть с огнем. МАГАТЭ сформировала миссию, которая посетит Запорожскую АЭС уже на этой неделе. Миссию возглавил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из нейтральных стран. Представителей Великобритании и США среди них нет. А мы переходим к карте боевых действий. На севере и под Харьковом без изменений, но зато все говорят о наступлении ВСУ на юге. Посмотрим, что происходит на этом направлении и обсудим ситуацию под Донецком и Славянском. Весь интернет, разумеется, обсуждает контратаку ВСУ на юге. И вообще, контратака ли это? Все это проходит при том, что ВСУ официально подтвердили только, что есть некий прорыв первой линии обороны российских сил. Это так сказали вчера вечером. Мы проверили всю информацию и вот что известно на данный момент. Вчера украинская армия перешла в атаку на трех направлениях. Первая – это у побережья Черного моря в районе села Александровка. Вторая – у высокополья под Кривым Рогом. Известно, что на одном из этих участков атаку встретили подразделения ДНР, мобилизованные из Донбасса быстро стали отступать, и линия обороны таким образом была прорвана. Пока некоторые пророссийские блогеры сообщают, что самых значительных успехов ВСУ добились ударом со своих плацдармов на реке Ингулец, то есть на третьем участке. Там украинская армия прошла несколько километров, и на момент записи видео бои идут у села Благодатовка, Сухой Ставок и Брускинская. Последнее имеет ключевое значение для российской армии. В этом пункте сходятся все линии коммуникации в этом небольшом районе. Если ВСУ смогут его взять, это будет означать реальный прорыв фронта, и российскому командованию придется бросать сюда дополнительные силы. Сейчас там уже вовсю работает авиация и артиллерия обеих армий. Сообщается, что позиции российской пехоты обстреливают даже хаймерсы, хотя до этого ВСУ использовали эти установки только для самых приоритетных целей. Это может говорить о том, что ВСУ получили значительно больший запас боеприпасов для них. Позже CNN со ссылкой на свои источники ВСУ рассказали, что под кривым рогом украинская армия вошла в четыре села. Самая крупная из них — Архангельская. Пророссийские военные блогеры не исключают, что удары под кривым рогом и у побережья отвлекающие. То есть они наносятся, чтобы российские войска не смогли сконцентрировать все свои резервы и отправить их на помощь в сторону Ингульца. А вот Алексей Арестович сказал, что ВСУ перешли в маленькое симпатичное наступление, прорвали на нескольких участках линию фронта и развивают наступление в глубину, прервали или почти прервали снабжение через мосты и паромные переправы. Одновременно с этим ВСУ снова нанесли удары по всем четырем мостам и поддонным переправам, по которым идет снабжение российской армии на правом берегу Днепра. Также ВСУ атаковали военную инфраструктуру в Херсоне, Каховке, Новой Каховке и Мелитополе. Известно, что в Херсоне была уничтожена военная часть. В ответ российская страна обстреляла Николаев, главный тыловой центр ВСУ на юге. Местные власти сообщили, что в городе погибло два человека и одиннадцать получили ранения. Один из снарядов упал рядом с мостом через реку Ингул. По нему в этот момент ехали гражданские автомобили и троллейбус. В голой пристани неизвестные убили бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева. С началом войны этот парламентарий от партии Зеленского пропал. Позже он появился уже в оккупационной администрации Херсонской области. Это было второе покушение на него. У Славянска российская армия попыталась атаковать позиции ВСУ под Долгеньким и Богородичным. Но все ее атаки были отбиты. Фронт практически не движется и к северу, и к востоку от города. Аналитики подтвердили, что за Богородичным российской армией так и не удалось перейти Северский Донец. Сейчас это самая большая река на востоке Украины. Фактически главное и самое надежное укрепление ВСУ на этом участке фронта. Форсировать эту реку российская армия сейчас не может. А значит, не может открыть второй фронт атаки на Славянск. Или, например, зайти в тыл и обрушить всю линию фронта ВСУ на направлении Северск-Солидар-Бахмут. Подразделения так называемых ДНР продолжают попытки наступления на позиции ВСУ в пригородах Донецка. Сейчас самые ожесточенные бои идут у Песок. Стало известно, что ВСУ все еще удерживают в этом поселке одну улицу. Атакующие также совершили небольшое продвижение под Водяным. Это осложнило положение группировки ВСУ в Песках. Их теперь атакуют как в самом поселке, так и с севера. Подразделения ДНР также вошли в Каменку, что под Авдеевкой. Сербия и Косово договорились о свободном передвижении между своими территориями. Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для владельцев косовских ID-карт. А Косово согласилась не вводить ограничения для сербов. Можно выдохнуть. А сейчас наша становящаяся уже довольно постоянная рубрика «День задержаний». Первое место в этом списке у нас дело Андрея Заякина. Андрей Заякин – это российский ученый, журналист и общественный деятель. После окончания МГУ он работал в университетах за границей. А с 2015 года стал писать для Новой газеты. В 2013-м Заякин стал одним из основателей Диссернета. Это такое интернет-сообщество ученых, активистов и журналистов, которые выявляют плагиат в научных работах чиновников и политиков. Андрей Заякин также известен своими интернет-расследованиями. В Новой газете он возглавляет соответствующий отдел. Прошлой осенью, например, самые читаемые печатные расследования об электронном голосовании все выходили под его редактурой. 28 августа Заякина задержали и провели обыск в его доме. Ночь он провел в ВВС. Заякина, сейчас внимание, обвиняют в финансировании экстремистской деятельности за перевод 1000 рублей, 1000 рублей, в фонд борьбы с коррупцией. Пока суд назначил журналисту запрет определенных действий. В их число входит, например, что ему запрещено выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, также пользоваться интернетом и телефоном он тоже не сможет. Также в Москве задержали оппозиционного политика Леонида Гозмана. По данным УВД-инфо со ссылкой на его адвоката, поводом для этого послужила публикация в Фейсбуке, которая, мол, попадает под административную статью о публичном отождествлении действий СССР с нацистской Германией. И опять же, вдумайтесь, два года назад Гозман написал пост с критикой законопроекта, то есть еще закона не было, который потом применили и применили к самому же Гозману за этот же самый пост, написанный до принятия закона. Прям какой-то кадр из фильма «Назад в будущее». Критика там была довольно ироничная. Гозман сказал, что вообще-то поддерживает этот закон, так как нельзя приравнивать СССР и гитлеровскую Германию из-за того, что СССР, по его мнению, хуже. По его мнению, Гитлер развязал войну с человечеством, а Сталин с собственным народом. Сейчас политику грозит арест на 15 суток. Ну и самые странные задержания. На днях в Москва-Сити любители погонять на дорогих автомобилях из своих коллекций организовали автопробег, таких молодых и успешных, где они хвастались своими железными жрецами, покуривали кальянчик, в общем, тот отдых, который я, например, не приемлю. Но не суть. Его не приемлет и полиция, которая нагрянула и первым же делом задержала самих организаторов тусовки богачей. И сделала она это не из-за нелюбви к кальянам, а сейчас расскажу почему. Задержали братьев Сергея и Алексея Хитровых, и им уже назначили 15 суток ареста за незаконный сбор автомобилистов. Несогласованная акция. Всего на участников составили аж 118 административных протоколов. Некоторые из них удивлялись. За что? Мол, мы же власть вообще-то поддерживаем. Так, я пойду готовить для вас завтрашний выпуск. Не забывайте про лайки. Собираем 15 тысяч и готовим для вас шапионский фильм. Ну а завтра мы планируем ответить на вопросы наших зрителей. Так что пишите в комментарии свои вопросы. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok